всем привет дорогие девушки привет из канады одиты и сегодня мы с вами отправляемся в магазин коз давно мы там не были по причине того что все было закрыто сейчас вроде бы как открылась ну пойдемте пойдемте посмотрим что есть но в магазине коз сначала посмотрим на витрины в общем-то витрина оформлены в таком традиционном для коз для магазина коз стиле это такой минимализм это в общем-то такие не яркие неброские цвета и посмотрите какая радость spring sale now то есть 50 70 процентов of это значит весенние распродажи и там до 70 процентов от 50 до 70 процентов распродажи это хорошие новости пойдемте посмотрим что интересного есть на распродаже в магазине коз и также посмотрим новые коллекции вещи из новой коллекции вот они кстати на ваших экранах мне любезно разрешили снимать в этом магазине это было просто вообще большая радость я спросил у продавцов они сказали да да пожалуйста конечно я просто счастлива да нельзя ну вот новая коллекция что вам сказать опять же я не знаю что то в общем то вещи пока что не очень интересная но возможно еще не довезли не завезли в общем то я так понимаю что сейчас происходит такое межсезонье между зимой и летом какая-то такая знаете весна не весна и в общем поэтому вещи пока вещей мало новых вещей мало я вам должна сказать что вещей на распродаже гораздо больше чем вещей в новой коллекции и поэтому вот в общем то снимать было особенно нечего но не неправда в общем то я сняла кое-что но в общем бы сами сейчас все увидите 150 раз я сказала слова в общем вещи очень традиционные для кос довольно такие ну типичные для кос вещи минималистичные хорошего качества довольно красивые но ничего такого необычного или что-то такого нового я не заметила но опять же повторюсь возможно что это просто еще межсезонье во первых а во вторых опять же изо всех этих локдаунов и проблем с поставками вещей немного и они еще как бы приедут я надеюсь хотя у нас придет еще один локдаун скорее всего нас снова закроют поэтому уж не знаю что там приедет что и что будет нового в магазинах но пока нас не закрыли давайте наслаждаться тем что есть итак новая коллекция кос но вы видели у себя в общем-то на экранах я особенно не комментировал потому что вы сами видите все вы видите цены вы видите какие вещи тенденции такие очень такие же как и всегда в магазине кос вот кстати очень симпатично на мой взгляд платье красивого цвета очень красивого голубого цвета немножко такой знаете как бы я сказала старомодный фасон на мой взгляд но может быть это только на мой взгляд такой воротничок хомутиком резиночка на талии как-то немножко это не совсем по моему уже в тренде но дело не в этом принципе она выглядит неплохо и очень много вещей сиреневых лиловых это я так понимаю что этот цвет сезона это тренд сезона вообще во всех магазинах очень много лиловых вещей сиреневых лиловых разные оттенки и конечно мы все понимаем что это видимо сейчас пик пик и мода я этому очень рада потому что я этот цвет очень люблю и вот даже кос который в общем то не отличается вещами ярких цветов а в основном все такое приглушенное все такое минималистичные и очень базовые цвета но тем не менее вот много вещей лиловых сиреневых это украшение я снимала в прошлый раз я немножко удивилась потому что я думала что оно должно выйти на распродажу прошлый раз я была в кос очень давно по моему где-то не помню в общем давно и эти эти кулоны украшения уже висели и до сих пор они висят не на распродаже ну как бы это их какая-то политика вот эта белая была очень интересная блузка такая защипами на талии на рукавах мне она очень понравилась необычная оригинальная вещь и снова сиреневый пиджак жакет я пытался рассмотреть и просматривала и мне было очень интересно посмотреть его вблизи потому что опять же очень люблю сиреневый цвет и мне кажется он на фоне вот всех вот базовых цветов в магазине кос он прям так очень выделяются вещи сиреневых цветов стопроцентный лен или хлопок сейчас я посмотрю по моему катон плохо мне видно я пыталась снять этикетку но так все мелко и очень очень плохо понятно по моему стопроцентный катон вот эти черные платья тоже помню их очень давно я тоже удивилась что они еще не на распродаже знаете по моему с прошлого лета эти платья были в магазине кос вот с этими защипами на талии юбка такая знаете пышная защипами кстати очень спорный фасон я хочу сказать что очень аккуратно надо подбирать на какую фигуру надевать такие юбки потому что в принципе немножко получается такая баба начальник так вот мне кажется что эти платья были еще прошлым летом на мой на мой взгляд они должны были тоже выйти на распродажу но нет они остались висеть у меня такое впечатление что их просто перевесили вот на следующие лет поскольку платье летние такой без рукава ну и пускай будет пусть будет на следующие лет хотя сомневаюсь конечно магазин кос это большая корпорация и у них есть какие-то свои правила и свои порядки которые они должны выполнять независимо от того какая ситуация в магазине какая ситуация в какой стране если в канаде локдауна в других странах нету в принципе у них есть как бы ценовая политика общий и политика распродаж по моему тоже общей хотя я не уверена если честно потому что вот например примерочные закрыты в магазине косы в магазине и чин им по всей канаде ну во всяком случае в онтарию а в других странах например примерочные открыты в им и чинем и вкус и я подозреваю что вот эти вот политика закрытия открытия может быть разные в разной стране возможны и распродажи разные. Я показывала вам свитер, это 100% кашемир, красивая расцветка, нежно-голубая и симпатичный свитер. А это уже новые украшения из новой коллекции, очень интересные. Стоит оно 69 долларов такое украшение. Я хочу вам вообще сказать, что украшения в кос очень оригинальные. Необычные, оригинальные, но и не дешевые. Серьги 50 долларов стоят, они как бы подходят в комплект к этому ожерелью, потому что ожерелье вот есть, видите, такое с голубым, бело-голубые такие. Камни, не камни, не знаю, пластиковые вот эти вот весельки и есть серьги и есть ожерелье в тефтон. Очень вот эти вот мне нравятся сумки. Это тоже из новой коллекции. Такие, знаете, тоже минималистичные, кожаные сумки, такая сумка-мешок. Мне нравится вот этот фасон и нравится вообще дизайн этих сумок, хотя они очень простые, но тем не менее интересные. Итак, распродажи, девочки. Вы видели две большие комнаты, распродаж до 70%. Висит вот на распродаже шуба, такая типа тедди. Ну, вы знаете, что я вам хочу сказать, она мне совсем не понравилась, она похожа на какой-то валенок. Честно говоря, моя шуба из Зары, которую я купила в этом сезоне, тоже синяя. Мне как-то понравится гораздо больше. Ну, не знаю. Не нравится, мне не понравилась она прям совсем как какой-то валеный-валеный валенок. Красивые свитера. Посмотрите, какой красивый, красивый свитер. Вернее, это кардиган на пуговицах. Очень красивого, изумрудного цвета. Сейчас на него 50% скидка. И вот эти вот кардиганы тоже, они, по-моему, двух или трех цветов с карманами. Есть такие поярче, есть побледнее. Вот эта вот интересная штука. Зимой была очень популярна такая манишка, знаете, вроде как одеваешь вроде бы как шарф. Что, в принципе, вам не нужен шарф. Вы можете надеть вот этот вот такое подобие манишки без рукавов и застегнуть это сверху. Высокий ворот, у вас получается как будто бы высокий шарф. Еще один свитер тоже на распродаже. Тоже очень симпатичного качества. Вот его состав. Я затрудняюсь прочесть. Но там какая-то была шерсть и махера, немножко синтетики. Но, в общем, состав неплохой. И буйство красок летних платьев с прошлого сезона, которые сейчас уже висят на распродаже. И вот я вам хочу сказать, новая коллекция вся такая немножко блекла минималистичных расцветок. А старая коллекция летняя. Посмотрите, какие цвета. Для меня это странно, потому что я всегда считала, что вот кос отличается тем, что он именно вот как бы его стиль. Это минимализм. И минимализм в цветах тоже. Но вот летняя коллекция, которая сейчас выставлена на распродажу, она очень яркая. Есть очень яркие, очень красивые вещи. Возможно, что новая коллекция – это весенние. Весной, может быть, они еще как бы придерживаются каких-то таких более зимних расцветок, а летние вещи более яркие. Посмотрите, какие красивые яркие цвета, какие красивые яркие платья. Сейчас они все на распродаже. 50-70% скидка. Очень симпатичные. И как бы, да, действительно яркость зашкаливает. Прямо зашкаливает. Прямо такие флуоресцентные цвета. Конечно, не могла я пройти мимо вот этого замечательного платья. Очень красивые расцветки. Оно совсем было не дешевое. Я подозреваю, что это шелк, потому что цена такая была довольно такая кусачая у него. Вот, видите, 250 долларов. Был огромный размер, какой-то экстра-экстра-ларч. Ну, в общем-то, жалко, потому что действительно очень красивая расцветка. Но оно осталось одно, оно осталось последнее. То есть я понимаю, что их разобрали. Видимо, разобрали. И вот платье очень интересное. Знаете, в КОС прошлым летом были вот несколько видов таких вот фасонов. Были платья, были юбки вот такие вот многослойные, неровно обрезанные. Вот интересный дизайн. Я вам хочу сказать, что очень необычный, интересный дизайн. Вот эти тоже сборки на талии. Я люблю такие интересные вещи, необычные. К тому же оно довольно яркое. Ярко-красивый, так как кобальтово-синий цвет. Интересное платье, красивое. И вот это неплохое платье мне подралось. В клеточку оно довольно такого... Приятно, приятно такой расцветки. Но очень такой спокойный, но симпатичный расцветки в клетку платья. Широкое, такое свободное летнее платье. И да, да, в нем есть карманы. Я нашла карманы. Обожаю вещи с карманами. Ну, вы знаете, наверное. И сзади интересно, как-то оно сделано. Подрезано как-то кокетка. В общем, такое симпатичное очень платье. Понравилось оно мне. То есть я еще раз говорю, что вот из летних вот этих вот коллекций на распродаже были довольно красивые вещи. Я не могу сказать, что они дешевые, потому что, в принципе, цены в коз не дешевые изначально. И даже на 70% скидка все равно цена довольно такая немаленькая, но вполне-вполне себе affordable, как это у нас называется. То есть вполне можно себе позволить что-то купить. Так что вот и вещей очень много. Просто очень много. И было очень много людей, потому что и все они тусили в отделе распродаж, потому что, в общем-то, конечно, намного приятнее купить вещь за 70% от цены, чем за полную цену. Насколько я понимаю, вообще в магазине Кост... Магазин Кост достаточно дорогой по канадским меркам у нас. И здесь за полную цену люди... Когда нет распродаж, людей в магазине Кост вообще нет абсолютно. А вот когда есть распродажи, то людей было много. Все чего-то выбирали, рассматривали, но примерочные были закрыты. И это, конечно, создает дополнительное неудобство для покупок. Очень красиво вот это платье, мне понравилось, вязанное, как платье-свитер, очень красивые вязки, такой с косами, молочного цвета, красиво понравилось оно мне. И сумки, девочки, сумки. Сумки тоже на распродаже. Ну, такие корзинки, в общем-то, не кожаные, ничего такого. Я думаю, что кожаные сумки раскупили уже. А вот остались вот такие вот корзиночки. Ну, и, конечно, виск прошлого сезона, перья, бахрома. Я даже затрудняюсь сказать, что это. Это не перья, не бахрома. Это какой-то такой вид ткани, который, в общем-то, что-то среднее между перьями. Искусственные перья. Вот эту юбку я помню. Я приценивалась еще к ней в прошлый раз, когда я была. Была, по-моему, осенью в кос. И она тоже была на распродаже. И она сейчас снова продолжает висеть на распродаже, причем за те же деньги. Она не стала ни на копеечку дешевле, что меня как-то смутило и задачило. За полгода, в общем-то, вещи совершенно не упали в цене. У меня вообще такое впечатление, что какое-то они смешали все, что было на распродаже осенью. Потом то, что вышло на распродажу зимой. То есть вещи, как свитера, так и вещи летние, которые висят еще с прошлого лета на распродаже. Ну, в общем, короче, полный балаган и разброд и шатание происходит сейчас в магазинах. Опять же, из-за того, что они были закрыты, и у них, видимо, полны склады вещей, которые они должны распродать. Вообще, конечно, это все очень-очень странно, очень необычно, непривычно, и я такого никогда не помню. Но ситуация в мире такая, что вот то, что есть. Это украшения на распродаже. Кожаные, вот эти кожаные сережки, на вид мне не скажешь, а я пощупала их, это кожаные сережки. Очень интересные, и они сейчас на 50% скидки. Ну, такие странные, знаете, но интересные, необычные. В общем-то, я нигде больше не видела такого типа украшений, потому что в прошлом сезоне, вы помните, все были цепи, цепи большие, огромные цепи везде и всюду. А тут вот такие вот интересные кожаные серьги. И вот, конечно, комплект для той юбки. Блузочка тоже такая, страус, перо, перо страус, страусиное, как будто бы. Можно купить и будет носить вместе, и будет как будто бы, как будто бы костюмчик. Но можно и по отдельности, конечно. Ну, это, в общем-то, вещи такие, знаете, не на каждый день, а для особых случаев, несмотря на простоту фасона и неяркость цвета. А, в общем-то, вот эти вот струсиные перья на вещах, они предполагают какой-то выход все-таки. В общем-то, если это акцент, то, в принципе, еще можно это носить. А если это вся вещь в этих вот перьях, то, конечно, это, в общем-то, не на каждый день и не на работу в офис. Еще продолжаю рассматривать цвета и трикотажные вещи. Очень милый такой кардиганчик коротенький, красивый, такого бледно-сиреневого цвета. Тоже на 70% скидка. А вот это вот тоже кардиган такой, знаете, как будто бы из сетки прозрачный. Там я рассматривала, крутила юбку такую же. Я потом, по-моему, к ней вернулась. А это, в общем-то, кофточка тоже к ней в комплект. И вот такой вот потрясающе красивого травяного цвета тоже свитер с коротким рукавом. В общем-то, это как бы такой весенний-летний вариант. И вот к этой юбке я вернулась. Она тоже очень интересная, кстати. Она как-то сверху так облегает. Внизу вот эта вот оборка расклешенная. Но это даже не оборка пришитая, а просто такой фасон, знаете. Мне, в общем, понравилась эта юбка, но я не рискнула ее на себя примерять, потому что фасончик не мой. Вот это облегание сверху в районе живота. Это совсем не моя история, как вы уже, наверное, знаете. Тоже очень интересное, красивое украшение. Это тоже из новой коллекции. Вообще в Кос, как я уже говорила, украшения очень необычные, очень нестандартные. Очень на любителя. Сколько они? Тоже, по-моему, 69. Я плохо вижу или 59. Так вот, очень на любителя, но, тем не менее, оригинальные. Все-таки надо отдать им должное, что они как бы пытаются как-то сделать что-то такое, такое, чего нету в других, в других магазинах. Такая геометричность и такой, знаете, арт-деко. Сумка интересная тоже была на сейле. Как будто бы, знаете, из таких кусочков бумаги, таких нарезанных. Овусечка такая, знаете, но неинтересная, симпатичная. В общем-то, не очень дорогая, потому что она стоила-то не очень дорого, а и на ней еще было 70%. И много было брюк на распродаже, всяких разных. Мое внимание привлекли вот эти вот брюки такие атласные, с блеском, с таким. Тоже, в общем-то, история более нарядная, чем на каждый день, но интересные. Но, опять же, надо очень хорошо смотреть, потому что все эти блестящие атласные ткани, мягко говоря, увеличивают фигуру. Особенно, если это брюки, то они увеличивают определенную часть тела. Вот она я. Здравствуйте. Хорош, как всегда, как говорится. И я решила приложить к себе этот изумрудный кардиган. Уж очень он мне понравился. А я сегодня в таком монохроме бордовом. У меня бордовое платье, бордовый вот такой вот плащ, вот этот кожаный зар и вот эта сумка. Я вам это все показывала. Бордовые ботиночки. Надо было еще бордовые колготки, но у меня не нашлось. Пришлось надеть черное. Понравился мне этот кардиган. И вот этот мне понравился кардиган. Ну, знаете, как-то вот три цвета. И интересно сделан рукав, интересные вот эти вот карманы. Ну, что, даже четыре цвета, по-моему, там еще на рукаве, еще какой-то дополнительный был цвет. Что-то в этом есть. Ну, какая-то такая необычность. И вот еще раз я показываю себя, свою сумку. Outfit of the day. Outfit дня, что называется. Раз примерочные закрыты, я решила вам показать вот так вот в зеркале. Все, девочки. На сегодня все. Люблю, целую. До скорых встреч. Увидимся совсем скоро. С вами была ваша Дита. Пока-пока. Bye-bye.